Всем привет, с вами я Роман и сегодня у меня на обзоре вот такая вот модель. Это Hawker Sefury в 70-м масштабе от фирмы Pioneer Model. Ну так, ну что этот наборчик из себя представляет, я вам сейчас покажу. Набор, скажем так, очень простой, довольно незатейливый в плане детализации, ну и очень дешевый. Так, ну что мы видим? Первая коробка, ну коробка стандартная, лянцевая. Видим, что сделана в Турции. Ну вот здесь видим другая продукция, выпускаемая фирмой Pioneer Model. Вот еще есть два варианта Sefury двухместных с раздельными кабинами и с общей. Тоже такое, кстати, на вот этот вот будет потом отдельный обзор. Итак, откроем коробку, глянем, что уже у нас лежит внутри. Как всегда инструкция. Тут видим описание на, ну технические характеристики, описание на трех языках. Такая вот присутствует схема окраски. Цветовая схема с привязкой. Ух ты, много к кому привязаны цвета, то есть ко многим производителям. Ну и два варианта исполнения. Это английский вариант и канадский. Ну и вот такая вот простейшая схема сборки. В принципе деталей немного и какая-то другая схема сборки нам бы тут не была бы нужна. Вот такая вот декалька. Видим, вроде бы относительно неплохо пропечатанная. Хорошо выполненная. Как они переводятся? Ну могу сказать так. 50 на 50. Бывает хорошо, бывает нет. Так, что касательно самого пластика. Ну, начну как всегда с прозрачного. Фонарь. Фонарь, видим, у нас с переплетом, со всей фигней. Но он чуть толстоватый. Даже не чуть толстоватый, но херенно толстый. Но, в принципе, с другой стороны, что хотеть от модели за 4 доллара. Так, что у нас по самому пластику. Видим, тут сразу бросается в глаза. Вот тут вот утяженка есть. В другом месте вот она тоже есть, видим. Расшивка вся внутренняя, очень глубокая. Вот. Вносительно неплохо выполненная. Здесь видим какие-то дефекты литья непонятные. Но это видно была жопа при сформе. Поэтому они вот эти вот дефекты повылазили. Внутри проработки никакой. Куча следов толкателей на внутренних поверхностях. Ну, это ладно, терпимо. Ну, видим, как изготовлены ракеты и все остальное. В принципе, из этой модели что-то можно собрать. Но это надо будет приложить руки. Из аналогов в 72-м масштабе после фьюри я лично знаю только нововскую модель, которая еще печальнее. Так, ну, следующий литнек. Здесь у нас крылья. Крылья. Ну, видим, основная расшивка на них присутствует, нанесена. Она внутренняя. Ну, вот. В плане стыкуемости, в принципе, стыкуется очень неплохо. Я не скажу, что идеально, но неплохо. Ниши имеют некий намек на проработку, но они не масштабные. Они должны быть гораздо-гораздо глубже. Вот. Какие-то мелкие лючки и прочее здесь отсутствуют. То есть, это нужно будет самому делать. Капот двигателя. Ну, на нем, видим, никакой расшивки не дается, потому что нахер здесь делать расшивку. Расшивайте его сами. Расшивки на нем немало. Ну, еще вот такой вот литничок. Здесь видим топливные баки, пропеллер, элементы шасси. Вот. Если кто не знал, вот это вот стойки шасси. Вот это вот. Ну, странно, что вы хотите от модели за 4 доллара. Ну, какая-либо проработка, видимо, отсутствует. На заднем хвостовом оперении тоже тут ни расшивки, ничего нет. В общем, эту модель можно брать как заготовку для изготовления ассифьюри в 72-м масштабе. По поводу геометрии ничего сказать не могу. Из плюсов здесь это только наличие внутренней расшивки на основной. Но много чего придется еще дошивать самостоятельно. Придется дорабатывать, придется делать какую-то проработку ниши и прочего. В принципе, своих денег эта модель стоит. Так что, если вы хотите повозиться, то не вопрос, рекомендую приобретать. Ну, а если вы хотите забрать просто вот из коробки качественный сифьюри, то я бы вам рекомендовал подождать, пока подобная качественная модель все-таки от какого-нибудь производителя появится в продаже. Ну, а на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под видео, вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки будут внизу в описании под роликом. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok